Когда-то кирилловская гармонь была знаменита на всю Россию. Она относительно маловесела, поэтому на народных гуляниях от гармониста требовалось только душевное исполнение. Выносливость была не важна. Каждый инструмент изготавливали буквально всем миром. Разные мастера создавали разные виды деталей. Однажды артели объединили в кирилловскую гармонную фабрику. Но когда ее уничтожил пожар и производство инструментов прекратилось, могло показаться, что традиции утеряны. Вовсе нет. Кирилловскую гармонь можно слушать и сегодня. Геннадий и Елена Голубевы готовятся к выступлению на народном празднике в Кириллове. У них семейно-творческий дуэт. Геннадий играет на гармошке, и Елена поет. Оба они самоучки, поют и играют, потому что душа просит. Сегодня Елена выбрала песню в низкой тональности. Собственные гармошки не справятся. Не беда, инструмент с подходящим строем можно одолжить у соседей. Знаменитые кирилловские здесь у многих. Геннадий Голубев Геннадий Голубев не просто гармонист, а известный на всю область гармонный мастер. Искусству починки гармошек тоже никогда не учился. Навыки перенимал у матери, профессионального мастера. Сегодня в мастерской Геннадия гармошки со всей Вологодчиной и дальше. Он признается, по нескольку дней настраивается, прежде чем вскрыть ручной работы кирилловскую гармошку. Каждой нужен особый подход. У каждой своя душа. Так вот здесь вот она и прячется. Вот когда закроешь, она здесь прячется. А так она пока вот здесь. В настоящей кирилловской гармошке около 700 деталей. Ни одну нельзя просто заменить. Родные мастера использовали разные материалы. У каждого инструмента свое расстояние между клавишами. Так что Геннадию нужно сначала заново выточить голос, главную деталь, источник звука, заклепать его, а уж потом настроить. Зато при грамотном уходе такая гармошка может жить еще 100 лет. Был бы гармонист хороший. Я думал, что все уже, никто и не играет так. Ну и некоторые так, может, играют, там, любители. А последний год все-то из Череповца, из Белозерска, отовсюду. Как с гармошками едут. Отремонтировать, настроить. Остановить. Остановить. Постоянная спутница гармошки – русская частушка. Частушки на Вологодче не поют все. Здесь это так же естественно, как разговаривать. А вот получить профессиональные навыки бывает непросто. Моя гармонь, моя гармонь, радость не плохая. А вот звучит моя гармонь, по-вологодски опая. Я всегда возмущаюсь, почему в музыкальных школах нет уроков гармонии. Ведь такие же гармонисты у нас по Вологодской области есть знаменитые, но тем не менее детей-то никто не учит. Анатолий Ехалов, писатель, троевед, много лет изучает культуру родного края. Сам проводит народные праздники. Для себя вывел формулу. Народная культура кончается там, где появляется сцена. В народном творчестве нельзя делить людей на артистов и зрителей. Любой человек, который живет в сельской местности и который ведет собственное хозяйство, он талантлив, очень многогранный. Потому что ему столько приходится всего знать, уметь. По сути дела он как Бог создает свой мир целый. На народном празднике в Кириллове, на небольшом помосте, народные коллективы со всей округи. Ко вниманию и радости соседей, любой из которых мог бы сам выйти на сцену и тут же проявить какой-нибудь талант. Когда приезжаешь в Вологодскую область, сначала кажется, что здесь поют все на праздниках, во дворах, на улицах, ну или по крайней мере играют на музыкальных инструментах. Со временем понимаешь, что так оно и есть. Валерия Кудравцова, Кирилл Пальмовский, Алексей Коршунов. Новости культуры. Вологодская область.